Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Зачем президенту Алиеву понадобились масоны? Глава российской масонской ложи, политолог Андрей Богданов, отправился в азербайджанскую столицу. Я уже как 10 лет проезжаю в одно и то же время в Баку. Прибыл сюда на ассамблею великой масонской ложи Азербайджана, заявил он местными СМИ, не став при этом раскрывать детали встречи. Конечно, масоны – это самое закрытое общество в мире. Ходят самые невероятные слухи об их мощном влиянии на мировую политику, огромных богатствах. Что там соответствует действительности, судить не беремся. Но появление ложи в той или иной стране или регионе вряд ли можно отнести к событиям ординарного значения. В интервью порталу «Спутник Азербайджан» Богданов поведал любопытную историю. Оказывается, в 2008 году при непосредственном участии великих масонских лож России и США была создана Великая национальная ложа Азербайджана. Судя по данным местных изданий, подготовительная работа на этом направлении в Баку началась в 2005-2006 годах, когда в Министерстве юстиции Азербайджана появилось заявление о регистрации организации каменщиков в республике. Тогда же утверждалось, что в Азербайджане в масоны записались многие бизнесмены, некоторые политики, спортсмены и представители самых различных профессий. Один из активистов этого проекта рассказывал, что ставится задача внедрения своих людей в правительство, а также оказания поддержки уже состоявшимся политикам. Причем среди членов оппозиционных партий я не вижу перспективных политиков. Сам же активист о себе рассказал следующее. «Около года я обучался в одной из зарубежных стран. В течение года и двух месяцев получил признание всех мастеров масонских лож, действующих в мире, и стал руководителем масона в Азербайджане. Вот увидите, в скором времени позиции масона в Азербайджане будут очень сильными». Действительно, масонская тематика стала придвигаться в прессе, стали появляться материалы о присутствии в Баку старых особняков с масонской символикой. Она же присутствует и на купюре, достоинством 50 монат, где нарисована лестница. В масонстве лестница о семи ступенях, ведущая в храм царя Соломона. Историки поведали о том, что создатель первой Азербайджанской республики, Мамедамин Арсул Заде, был близок к масонству и разделял лежащие в его основе идеи братства и равенства. Так что, выходит, визит Богданова в Баку связан с празднованием десятилетия появления, а точнее, возвращения масонов в Азербайджан. К тому же, в одном из своих интервью заявил, что на работах ложь не обсуждают политические вопросы. Но среди масонов есть люди авторитетные в разных сферах общественно-политической и экономической деятельности в своих странах. И поэтому, конечно же, какое-то влияние на принятие решений не присутствует. Интрига тут в той роли, которую отводят масоны друг к другу в контексте развития Азербайджана-армянских отношений. С одной стороны, некоторые бакинские масоны на правах анонимности утверждают, что армян среди масонов нет. С другой, как говорит Богданов, масоны в Армении возродились раньше азербайджанских. Они существуют уже 15 лет, называются «Великой ложе Армении». Вместе с тем, масоны Азербайджана и Армении друг друга не признают и встречаются только на ассамблее Великой ложе России, США или же где-то в Европе. То есть между ними и в ложах ведется ожесточенная закулисная борьба. Это первое. Второе. Накануне визита в Баку Богданов обратился в МИД Азербайджана с просьбой об исключении его имени из черного списка из-за посещения Нагорного Карабаха, где он был, когда у него пробудилось желание посетить могилу деда-жены, так как не было при этом политической подоблеки, без всяких заявлений, кроме восхищения природой. А позже Богданов заявил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской республики. И вот странное совпадение, свидетельствующее о смыкании интересов профсоюза некоторых российских политологов по совместительству масонов с интересами Баку. Они собирались в освобожденном селе Джюк-Жук-Марджан-Лы, чтобы принять там участие в международной конференции «Геополитические оси между Москвой, Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе», чтобы все это значило. Мусульманское масонство, учение Фехтуллаха Гюлена, способно разрушить мир или собрать его заново. Между Баку и Анкарой – исламские протестанты. В Азербайджане иначе отреагировали на попытку переворота в Турции. Один из лучших университетов страны, Бакинский Кавказ, был закрыт сразу после события 15 июля, но затем, сменив учредителей с турецких на азербайджанских, вновь открыт. По сути, вуз национализировали. Университет распрощался почти с полусотни преподавателей турков. С ними были расторгнуты контракты и выплачены компенсации. После того, как крупнейший частный телеканал страны АНС анонсировал интервью с Фехтуллахом Гюленом, уже после июльских событий, азербайджанские власти решили его закрыть. Телеканал был популярен, и это решение отдалось нелегко. Та же участь постигла газету и сайт многотиражной газеты «Заман Азербайджан». Гюленисты почувствовали себя в опасности. Чужой среди своих. На азербайджан свое влияние гюленисты начали распространять в 90-е годы. В нулевые выяснилось, что у них в Азербайджане есть серьезный бизнес. Кроме образовательной сферы, промышленность, в основном строительство, пищепром, текстиль. Сфера услуг, прежде всего юриспруденция, из которой прямая дорога в адвокатуру и к судейским должностям, и, наконец, медиа. О том, как глубоко пророс гюленизм в Азербайджане, можно судить по ряду и не слишком публичных скандалов. Например, в прошлом году выяснилось, что руководителем гюленистской общины был виден членовник в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Заведующий отделом и политического анализа информационного обеспечения АП Эльнур Асланов по-тихому, но все же был уволен. Большого скандала не случилось, никто не хотел выносить ссоры за сбы, но прецедент был создан. Началась охота на ведьм. В высших эшелонах власти стали искать гюленистов. Среди вероятных кандидатов на увольнение назывался даже влиятельный Равнак Абдулаев, президент государственной нефтяной компании СОКР. Такие случаи – хорошее объяснение тому, почему борьба с гюленизмом в Азербайджане часто похожа на войну с ветряными мельницами. В свое время отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев провозгласил лозунг «Один народ, два государства». Турбулентность, в которую попали российско-турецкие отношения после скандала со сбитым турецким ВВС российским истребителем в конце 2015 года, красочно продемонстрировали в воплощении в детстве права азербайджанских властей на собственное отличное от Ангары мнение. Тогда отношения Москвы и Баку не только не ухудшились, но наоборот улучшились. Впервые в риторике двух стран появилось несвойственное и ранее выражение «Дружественное государство», – отметил политолог Ильгар Велезаде. Даже когда Давут Аглу, бывший премьер-министр Турции, во время своих визитов в Азербайджан прямо обвинял Россию в развязывании Карабахского конфликта и поддержке Армении, болезненная для нас тема, официальный Баку не спешил вторить этим заявлением. Если это не дань влиянию Эрдогана, тогда, возможно, у Ильхама Алиева были и собственные мотивы прижать гюленистов. Речь не идет о массовых арестах, как в Турции, и все же открыто назвать себя апологетом идеи Фетхуллаха и Гюлена в Азербайджане сейчас решительно не каждый. Если источник угрозы для Эрдогана армия, с помощью которой гюленисты пытались взломать власть Турции, то в Азербайджане это оппозиция, которая, несмотря на слабость, могла воспользоваться общественным недовольством для организации азербайджанского Майдана. Не случайно главному оппозиционному политику Азербайджана Али Керемли приписывали связь с гюленистами, хотя сам он это категорически отрицал. События в Турции позволили азербайджанским властям прикрутить гайки. На то у них были свои причины. Момент для организации Майдана был вполне подходящим. Вслед за ценами на нефть подешевил монад, упала реально заработная плата, урезались бюджетные расходы, крышка кипящего котла могла бы взлететь, найдись правильный подход. Однако в период активной борьбы с гюленизмом в Азербайджане оппозиция не была в состоянии организовать Майдан. Тот, кто дергает за ниточки. Гюлена называют миллиардером, но никто не знает, откуда у него эти миллиарды. По данным Семена Багдасарова, образовательная империя в фехтулах Гюлена оценивается в 26 миллиардов долларов. Эти школы и университеты работают официально, платят налоги, поэтому можно приблизительно подсчитать их доход и прибыль, говорит эксперт. Плюс спонсорские средства от корпораций и частных лиц, которые уже сложнее учесть. Каково же число последователей Гюлена? Сами гюленисты говорят о численности в 5 миллионах человек по всему миру. Но никто точно не подтвердит справедливость этой оценки, говорит Агил Алексер. В разных странах проживает несколько десятков тысяч основных членов структуры, а число тех, кто им симпатизирует и кого они используют, несравненно выше. Объявленная властями война гюленистам не могла не расколоть общество. Так и произошел, полагает политолог, руководитель Центра Атлас Эльхан Шахин Аглу. Атаки властейных гюленистов оказались и на межличностных отношениях. Друзья ругались на этой почве, я лично рассудился с некоторыми людьми, с которыми до того дружил много лет. Споры, которые с улиц переместились в основном в социальные сети, не утихают по сей день, рассказывает он. Скандал на юбилей масонов в Баку. Россия сказала нет. Как уже сообщала Вести АЗ, в Баку в минувшую субботу собрались масоны. Повод был существенный. Десятая юбилейная ассамблея Великой национальной ложи Азербайджана, ВНЛАС. Но юбилей оморчился тем, что делегация Великой ложи России, материнская ложа для ВНЛАС, переехавшая в Баку, видимо, так и не приняла участие в праздновании юбилея. Великим магистром российской ложи ВЛР, экс-кандидат в президенты России Андрей Богданов, был замечен гуляющим по бульвару, как раз в то время, когда проходила ассамблея. Как сообщил Вести АЗ источник, известно, что все руководство ВНЛАС составляют иранцы и турки, граждане США. До сих пор ВНЛАС не имеет официальной регистрации в Министерстве юстиции Азербайджана. По масонским традициям и законам, Великая ложа создается и работает в стране, если власти долинает разрешение. Именно по этой причине объединенная Великая ложа Англии до сих пор не признает ВНЛАС. Теперь можно, видимо, ожидать, что и ВЛР заберет признание ВНЛАС. Мы связались с великим мастером ВЛР Андреем Богдановым, но он отказался от комментариев. По слухам, ВНЛАС попала под полное влияние гюленовских турок и шахских иранцев из США, что идет вразрез с интересами России, Турции и даже не масонского Ирана. Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok